Ну, привет, дружище! Как я и говорил, данная рубрика будет недолго, скажем так, занимать какую-то определенную популярность. Прошлое видео набрало только 6000 просмотров, но, тем не менее, давайте еще разочек снимем, потому поддерживайте лайком и, если хотите, чтобы и дальше рубрика выходила, ну, проявите какую-то активность и напишите по поводу какого героя рассказать, скажем так, историю, какие-то свои воспоминания, возможно, не полные, возможно, еще какие-нибудь кривые, но, тем не менее. То есть, пишите героя, о каком вспомнить, а если вы этого героя уже в комментариях увидели, про который вы хотели бы, чтобы вышел выпуск, то просто лайкайте этот коммент. Ладно, ребятушки, погнали. Думал, 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 по поводу кого же снять вообще разговор. И наткнулся вот на такого героя под названием Варлок. Давайте снимем этот гомосяцкий, скажем так, ой, я могу улучшить. Давайте снимем гомосяцкий скин. Это герой Варлок, друзья. Для тех, кто недавно начал играть, возможно, он уже, ну, вы даже, наверное, не понимаете, нафига он нужен. Хотя, знаете, если учесть тот факт, что много аккаунтов новых, у которых вообще нет у героев, может быть, и кто-то использует Варлока. Напишите вообще в комментариях, кто-то пользуется Варлоком или нет. Просто поймите, я тоже зажрался, и на самом деле я порой не бываю, не понимаю, используется, не используется, нужен, не нужен. Но, как я понимаю, в современных, нынешних реалиях игры данный герой уже никаким образом не используется. Хотя, когда-то это была мечта. Когда-то это была мечта, когда-то это была огромнейшая проблема, если данный герой отсутствовал у вас на аккаунте. Но, давай начнем по традиции с того, что мы посмотрим, что же разработчики написали об этом герое. Где он тут вообще? Варлок, Варлок. Подожди, энциклопедия героев. А, вот, вот, он же в самом начале. Смотрите, Варлок, биография. Как почетный магистр калерлевской семьи, Варлок преуспел в магии огня. Он посвятил жизнь исследованиям и разработал свое собственное заклинание, сочетающее в себе как атаку, так и защиту. Я думаю, что, ну, хотя давайте перечитаем умение, потому что я уже вообще и забыл, я вот помню смутно, что он наносит урон. Наносит урон, равный 150% от атаки трём героям противника, снижая их скорость. Движение на 80% на 6 секунд позволяет трём союзным героям отражать 40% получаемого урона и даёт иммунитет к одному отрицательному эффекту на 5 секунд. Кулдаун 70 секунд. Давайте всё опустим и просто поставим точечку, подчёркивание на том моменте, что он наносит урон. Да, вот это вот подчеркнули, ребятки, и он наносит урон, по сути, только героям. И в те времена, когда в битве замков не было такого огромнейшего количества демагеров, Варлок был очень-очень крут. Даже несмотря на то, что, по сути, у него, скажем так, не самые лучшие показатели в плане жизни. То есть это, ну, такой, знаете, классический, классический дальник. Вот если говорить про классику, то Варлок, Варлок это, знаете, такая самая стандартная, если так можно выражаться, классика. Потому что он имеет, ну, достаточно такую серьёзную атаку, но при этом у него очень мало здоровья. Вот мне бы сейчас вообще его найти. Вот реально, посмотрите, сколько героев добавили в нашу игру. Я вот сижу, я долблюсь, и я на самом деле ничего не вижу. Я сейчас снял скин с него, и походу он стал ещё менее заметней, чем он был. Вы, конечно, в комментариях напишите, князь, да ты пять, пять раз его пролистал, придурок. Но, блин, ребята, вот смотри. Я не знаю, может вы реально такие вот просто глазастые у меня, что вы вот всё видите и всё замечаете. Вот я лиц, а вот он, вот он. Смотри. Смотри, по здоровью, 119 тысяч. Ну, это чисто его здоровье, без просвета, да. 119 тысяч. Сука, хп. Но при этом атака достаточно большая, 10 тысяч. У нас тут руны. У нас... О, смотри, я могу ему второй талант открыть. У нас тут руны. Ну, можем ему... Слушай, если ему порочный пакт поставить, то это вообще жёстко будет. Слушай, пошли его протестим. Ну, ладно, у нас вообще на самом деле сегодня не тест героев, да, а у нас непосредственно, ребятки, воспоминания. Шо я помню? Я помню, что, к примеру, мы многим сагильдийцам там пытались как-то помочь, кому-то там по чуть-чуть поддоначивали, чтобы у ребят появился варлок. Потому что бывали времена, когда на битву гильдии мы ходили только дальниками, и если ты не имеешь варлока, не в том смысле, в котором вы подумали, а если у тебя отсутствует на аккаунте варлок, то для тебя это была большая проблема. Вот, к примеру, многие из вас помнят, Энзи, вот, он сейчас нечасто на стримах появляется, он играл в своё время без доната. И, блин, ну, у него была проблема, и она заключалась в том, что просто тупо не было у него варлока, понимаете? Давай, я даже не знаю, надо как-то, может, зачистить, хотя... Вот как бы его урон-то так хорошо протестить жестоко? Давай, восьмое. Тут просто везде же юниты будут, да? Да, везде юниты. И надо, наверное, как-то... Кем бы всё это... Ну, Анубисом, наверное, да, зачистим Анубисом. Просто хотелось бы, знаешь, чтобы Анубис взял, зачистил и сдох. Вот это было бы идеально. Давай, выпустим Анубиса. У нас как раз нету сейчас никаких фракций. Ну всё, юнитов зачистили. Я надеюсь, Анубис там не добьёт... А, смотри, варлок у нас даже не продержится живым. Смотрим, ловим, какой он урон сейчас нанесёт. Его станет. Он никакой урон не нанесёт. Так, ладно. Это жестко. Ну, посмотрите, да? То есть, ну, моментально, моментально его выносят. Я даже думаю, что ему какой-нибудь карасик бы не помог бы. Ладно, давай тогда его спрячем за Анубисом. Так. Сейчас Анубис всех долбанёт. Юнит, юнитов сняли. Вот теперь я думаю, что варлок под прикрытием Анубиса сейчас какой-нибудь урончик-то и нанесёт. Без бафов, без ничего. Посмотрим, что он в нынешней ситуации может выдать. Ну, давай ещё раз. 744 тысячи. Там ещё что-то прилетало. Слушай, ну, как бы, даже по нынешним меркам очень-очень серьёзно. Очень серьёзно. Думаю, сейчас уже он будет ваншотить просто. А, его всё равно вынесли. Вы не понимаете? Его всё равно вынесли. Мы его использовали реально на битве гильзий. И, блин, было очень жёстко, когда этого героя у кого-то не было. То есть, ну, у тебя появлялась огромнейшая проблема проходить БГ. То есть, к примеру, вот представь. Вот я даже не знаю, как сейчас перевести на ситуацию нынешнюю. Вот, к примеру, у тебя есть возможность ходить только дальниками, да? У тебя есть возможность ходить только дальниками. У тебя там нету командоры, у тебя нету Ронина, у тебя нету Минотавра. И, прикинь, у тебя, помимо всего, ещё и нету Фрея. Вот это примерно вот такая вот ситуация. То есть, очень трудно, очень жёстко и прям проблема. А в те времена вот эту ситуацию умножать ещё в 5 раз примерно. Вот примерно как-то так. И я даже не помню, когда добавляли этого героя. Но я по-любому, я по-любому, ребят, на самом деле... Ну, когда я начинал играть, его, наверное, не было. Вот. И актуальность данной... Хотя, блин, вот я уже не помню, я даже не помню, когда он стал актуальным. Когда битва гильдии появилась или что? Ну, мы помимо битвы гильдии его везде использовали. Он везде, где только мог, стоял. То есть, это был вполне себе универсальный герой. Он и по арене бегал. Вот. А сейчас всё забыли. Времена меняются, друзья. И мы его забыли. И причём, понимаете, у меня стойкое ощущение того, что разработчики просто не успевают за теми нововведениями, которые они и сами вводят. То есть, сейчас огромнейшее количество неактуальных героев, которых можно было бы продавать за кристаллы героев. То есть, понятное дело, что, ну, хорошо, Химера, там, Душегуб, ну, понятное дело, что, к примеру, здесь могли бы оказаться такие герои, как Череп, как Варлок. Ну, много-много. То есть, вот всё, про героя забыли, этот герой за самоцветы нафиг не нужен, ну, поставьте его здесь продаваться. Ну, почему бы нет? Кому от этого стало бы хуже? Уж вряд ли будут меньше ролить из-за того, что вы дадите возможность купить Варлока. Но разработчики как-то на эти моменты не смотрят. У меня такое предположение, что они сами особо в данную игру не играют. Ну, а рассказать что-то про Варлока много не могу, потому что, блин, вот как-то, понимаете, забывается всё со временем. А игра наша существует уже долгие годы. Так что, я думаю, буду на этой ноте заканчивать видео. Вот такое вот оно простое, лайтовое вышло, балабольное. Мне больше, знаете, даже интересно, что вы в комментариях напишите какие-то ваши воспоминания, вашу радость, когда вы его выбивали года три назад, да? Это, наверное, те времена были. Ну, хотя, я думаю, и год назад его активно ещё многие использовали, особенно кто играет без доната. Но сейчас... Ну, сейчас должно быть всё очень грустно на аккаунте, чтобы кто-то пользовался Варлоком на битве гильдии. А на этом всё. Я вам пожелаю огромнейшей удачи, друзья. И всем пока. И напомню, что даже боялись тот щит, который Варлок накладывал на твоих союзных героев и отражался урон. Даже этого боялись. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok